Друзья, давайте скажем, слава Богу нашему. Служение разбора слова Бухтева. Друзья, мы сегодня будем говорить о очень, я бы сказал бы, необычную тему, хотя мы уже несколько раз брались за эту тему, но мы ее никогда не довершили до конца. И я решил исправить эту недоработку нашу. Большинство наших разборов, друзья, они тематические разборы. То есть мы берем с вами тему и выбираем места Священного Писания, соответствующие теме нашего разбора. Сегодня, друзья, мы с вами будем говорить так называемую экзегетическую разборку. Что это значит? Это значит, что мы с вами будем читать Писание и истолковывать его. И мы с вами прочитаем много-немало целую книгу, хотя она короткая, но все же информации очень-очень-очень много. И вы уже догадались, наверное, кто был раньше на наших разборах слова, мы будем с вами читать книгу Песня Писней. Книгу Песня Писней. Друзья, на книгу Песня Писней практически не проповедуется. Вы заметили это или нет? А как вы думаете, почему на книгу Песня Писней не проповедуется? Есть две причины. Ну, ваше мнение. Почему не проповедуется на книгу Песня Писней? Во-первых, не проповедуется, друзья, по той причине, что ее люди не понимают. Как вообще проповедовать с некоторых мест из Песней Писней, да? Влез бы я на пальму. Ну как? Друзья, не забывайте это слово Божье. А если это слово Божье, в нем нету ничего постыдного. Абсолютно ничего. Более того, друзья, вторая причина, друзья, по которой они проповедуются, я вам скажу честно, потому что книга Песня Писней неинтересна. А знаете почему? Я вам скажу почему. Вы когда-нибудь читали чужие любовные письма? Нет. Понимаете, друзья, что чужие любовные письма мне интересны постольку-поскольку. Поняли, да? Ну, придет ко мне Андрюша и начнет рассказывать, как он любит свою жену. Ну, я все окей, слава Богу. Мне будет интересно до определенного момента. Но я недавно нашел стихотворение, которое я написал Оксане. Своей, когда я был молодой. Знаете, как интересно перечитать, что я там писал? А? Так интересно вам процитировать? Вам будет интересно один раз. Друзья, но мне вот это, что я писал когда-то, оно возрождает целую кучу чувств. Знаете, почему? Потому что это мое любовное письмо. Вы понимаете, на что я намекаю? Книга «Песня песней» это любовные послания. И если они вам не интересны, это значит, что это чужие любовные послания. Две причины. Первая причина – мы не доросли еще до любви. И поэтому мы ее не понимаем. Есть много таких... Один брат ко мне подошел. Мы когда-то... Я взялся за песню песней давно еще в Большой Церкви. И мы прошли первую главу, не всю немножко, первую главу. И ко мне подошел один из служителей. И говорит, брат Саша, дальше первой главы не читай. Я говорю, все, стоп, хватит. Я не собираюсь никого осуждать, друзья. Но честно вам скажу, можно быть и пресвитером, и епископом, и не понимать вот этих писем, потому что они навсегда останутся чужими письмами. Цель моя сегодня, друзья, моя цель – сделать эту книгу вашими письмами. Окей? И чтобы вы, читая песню песней, могли найти там кого? Себя. Чтобы вы могли понять, друзья, языком писания то, что вчера происходило с вами в молитвенной комнате. Часто к нам приходят люди и говорят, Саша, что это такое было? Что это такое? Как это понимать? У тебя такое было? И я пробую что-то объяснить. Временами получается, потому что говорят, влюбленные все похожи между собою, несчастные все разные между собой. Вы слышали такое, да? Это правда. Влюбленные в чем-то похожи, друзья. Но все же, поверьте мне, так как я люблю свою жену, Андрей любит свою по-другому. Правда? Так вот, книга «Песня песней» – это общее руководство, друзья, которое вводит нас. В то, какое надо иметь общение с Богом, как надо его любить, друзья. И я еще раз говорю, моя цель сегодня, моя цель, не сегодня, у нас будут очень, эти разборы у нас будут иметь очень такое протяжение во времени. Моя цель, друзья, чтобы Дух Святой заговорил к вам, а вы научились говорить к Духу Святому. Хорошо. Сегодня мы будем иметь вступление. Я объясню, почему я хочу делать вступление. Но книга «Песня песней» – она нуждается в объяснении, она нуждается в подходе, она нуждается в приготовлении. Доказать вам все – это очень просто доказать. Во-первых, само название этой книги, название, оно есть в свитке, то есть это не кто-то добавил его. Это часть книги, и название этой книги, оно называется «Песня песней». С чем перекликается? С чем перекликается? Царь царей. Еще есть одно слово? Хорошо. Оставьте Бога. Возьмем помещение. Святое святых. Перекликается? Святое святых. Богов, царь царей. Там тоже та же мысль присутствует. Но святое святых вам лучше будет понять, можно ли заскочить в святое святых? Можно? Почему? Не выскочишь. Невозможно войти в святое святых, друзья, потому что вход в святое святых требует определенных приготовлений. Невозможно. Бог тебя не допустит, ты будешь поражен, ты не зайдешь. Вход охраняем. Я не буду в это все объяснять, вы все это знаете. Подойти к книге «Песня песней» точно так же. Вы можете пробовать взять эту книгу с налета, но я больше чем уверен, что она вам что не даст. Я ее не с налета взял. Я над «Песней песней» работаю уже с Божьей помощью 20 лет. 20 лет это не работаю. Я прочитал очень много литературы и так дальше. И я, друзья, подхожу к тому, что называется «Песня песней» со стороны того, как она сама себя позиционирует. Поэтому, если святое святых – это самое святое, то «Песня песней» – это что? Это самая лучшая песня. Это самая высокая песня. Что наталкивает нас на какую мысль? Что в Писании должны быть еще другие песни. Правильно? Давайте я объясню вам мою простую мысль. Она несложная, друзья. Вы понимаете, что тут наверняка меня сейчас Инесса начнет поправлять. Будешь права, если поправишь. Но если, например, приходит человек учиться на скрипке, он не будет играть кантату Шостаковича с первого времени. Он сначала кузнечика научится. Все кузнечика имеете играть? Нет. Первое, что мы играли на гитаре – это «В траве сидел кузнечик, совсем как огурец». И вот так мы учились на гитаре. Мы не давали сразу… Понимаете, «Песня песней» для того, чтобы освоить высочайшую песню, надо выучить песни пониже. Надо выучить песни, друзья, которые есть в Писании, но они не песни писаний, они просто песни. Итак, друзья, давайте объяснимся. Вступление. Невозможно понять песнь песней или песнь над песнями, если мы не поймем все песни из Писания. Я, друзья, претендую, что я выбрал те песни, которые нам надо понять. Или давайте так я по-другому выражусь. Нам надо научиться эти песни, что петь. Понимаете, эта песня должна стать часть твоей жизни, ты должен ее выучить. Это как нечто, как часть твоего духа. Знаете, есть евангельские гимны, которые я знаю. Я только слышу где-то мелодию, и я сразу включаюсь, потому что слова этой песни, они заложены уже внутри моего духовного организма. Друзья, но давайте обратимся к этим песням. Итак, песни первой. Я их расставил в том порядке, в котором я думаю, мы должны их знать. Песнь первая, друзья, это песнь «Мариами». Я не буду очень глубоко копать, друзья. Разбор по песне песней подразумевает, что мы захватываем с вами очень много тем. И я знаю, что мы будем захватывать темы интересные. Но поймите, экзогетический разбор слова, то не тематический. Я не беру одну тему и не раскладываю вам ее подробно. Я просто буду идти по верхушкам, окей? Да, не по верхушкам. Я буду идти по глубинам. Но я буду, друзья, как бы вам объясниться? Я буду надкапывать колодязи, да? Как только пойдет вода, мы будем двигаться дальше. Может быть, вам не всем это понравится, что я, например, не остановлюсь и не объясню вам очень подробно, друзья. Вы можете записать и сказать, Саша, пожалуйста, песнь «Мариами» мы нуждаемся в отдельном разборе. И мы тогда возьмем песнь «Мариами» как тему и на два часа ее разложим. Не это моя цель. Моя цель, друзья, показать вам некоторую истину и двинуться дальше. Это экзогетический разбор. Понятно? Извините, много очень вступлений. Идем к писанию. Итак, песнь «Мариами». Что это за песнь? Песнь «Мариами» записана в исходе, 15 глава. «Пою Господу, ибо высоко вознесся коня и всадника его ввергнув в море». Знаете, что это за песнь? Эту песнь на другой стороне Черного моря, друзья. Что такое Черное море? Черное. Красное, да. Что такое Черное море? Я всегда Черное говорю. Что это такое? Духовные люди. Давайте быстро. И все они что делали? Крестились у Моисея. Итак, песнь «Мариами», друзья, это песнь водного крещения. Или давайте я так объясню. Песнь «Мариами» это песнь покаяния. Я ее не углубляю. Я ее не рассказываю. Она очень интересная, эта песня. Она очень интересная. Но вот у нас на носу водное крещение. Вы знаете это или нет? Я только так, несколько штрихов, вы поймете, о чем я говорю. Смотрите. Смотрите. Песнь водного крещения. Приходит Израиль и встает на берегу Черного моря. И облачный столб встает между ним и кем? И фароном. И сколько стоит облачный столб? А если бы Израиль не вошел в воду, сколько бы стоял облачный столб? Понимаете? Не поняли еще, да? Друзья, я делаю спекуляции на тему, как долго нужно не принимать водное крещение. Как долго нужно стоять на берегу моря? А? Как долго? Это для всех с детства верующих, для всех наших деток. Как долго надо ждать на берегу Черного моря? Возможно ли ждать на берегу Черного моря бесконечно? Возможно? Столб облачный будет всегда тебя охранять от фараона. А? Рассуждайте. Это песть Мариан, друзья. Я верю, что столб облачный будет стоять ровно сто... Смотрите. Открывается море. Израиль не входит в море. Бог отделяет времени ровно столько, чтобы Израиль прошел через Черное море. И как только это время заканчивается, Черное море сходится, и столб облачный что? Убирается. Поняли? На все есть отделенное свое время. Если человек вовремя не примет водное крещение, он никогда не споет песнь на другой стороне. Никогда. Причем, обратите внимание, друзья, что песнь, она не на этой стороне моря, а где? Она другой. Ты никогда не переживешь и не узнаешь, что такое водное крещение, если ты это все что не пройдешь. Я не углубляюсь, я не буду сюда, так сказать, глубоко копать. Я просто вам... Цель моя другая. Я преследую одну мысль, друзья. Поймите меня правильно. Песни песней нельзя понять, если ты человек какой? Давайте так скажем. Не возрожден. Водное крещение венчает процесс обращения к Богу. Согласны со мной? Водное крещение это как статус. Но я не говорю, что водное крещение является знаковым. Я говорю, что водное крещение является некоим признаком. Одним из признаков, да. Песнь морями это один из признаков. И я усматриваю в этом намек священного писания очень простой. Что когда человек, не знающий песнь морями, берет и открывает песню песней, что он там видит? Влез бы я на пальму. Поняли? И все. И они начинают смеяться в некоторых местах и так дальше. Но, но поймите, поймите меня правильно. Я не хочу сейчас останавливаться слишком много на этом всем, потому что это у нас будет занимать времени. Песнь морями, друзья, эту песнь не последняя, эту песнь первая. Как вы думаете, сколько песней есть в Писании? Я имею в виду, друзья, места священного Писания, где написано песни. Я избрал, друзья, 4 песни. 4 песни. Я не хочу вам доказывать, почему 4. Я могу вам доказать. Но я выбрал 4 песни, и я расставил эти 4 песни по возрастанию, на мой взгляд, так как человек их должен изучать. Итак, первая песня, которую вы должны изучить, это песнь морями, которая приведет к вас к покаянию и обращению к Богу. Вы должны знать Бога как своего личного спасителя. Он должен вас спасти, и вы должны на другой стороне Черного моря воспеть ему песню радости. Я спасен, аллилуйя. Это первая песня, но не последняя. Первая песня не позволяет вам еще приступать к песне песней, окей? Есть песня вторая, друзья. Это песня о колодезе. Послушайте эту песню. Тогда воспел Израиль песню сию, наполняйся, наполняйся, что? Колодезь. И дальше как? Пойте ему. Что это за песня, друзья? Всем понятно, что это за песня? Когда человек поверил Богу, он стал христианином, что ему надо научиться? Правильно. Ему надо найти живой колодезь, который не просто будет сухим, у него стоять. Это будет колодезь, который будет что делать? Наполняться. Песня говорит, наполняйся, колодезь, наполняйся. Давайте переведу. Это все язык символа, но вы же, вы же не глупые люди, вы же. Я думаю, вы эту песню выучили или нет. Если вы в доме горшачника, вы ее должны выучить. Мы много об этих колодезях здесь говорим. Так или нет? Мы говорим о том, что каждое служение должно быть не просто пустым звуком. Служение должно иметь в себе некое духовное действие, которое Писание описывает как наполнение колодезя. И я очень быстро пройдусь, потому что, как я уже говорил, я уже эту тему где-то говорил очень подробно. Я, правда, не помню где, не цитируйте меня. Я быстро пройдусь, друзья, по этой песне. Вторая песня колодезей. Было три вида колодезей. Первое, это были грунтовые колодцы, друзья. Это были колодцы, которые черпали воду из грунта. Понимаете, о чем идет речь? Грунтовые колодцы. То есть, вода в этих колодцах была очень-очень близко к поверхности. Они назывались БР, эти колодцы. Второй тип, он назывался БОР, это были резервуары с водой. Это был колодец, не колодец, как водохранилище, что-то такое, куда собиралась вода во время дождей. И первый, и второй вид колодцев, угадайте, от чего зависел? От дождя. Они сильно зависели от дождя. Друзья, вы должны понимать, что есть два вида служения в церкви. Первый вид служения, это служение купальни Силуан. Да, Силуан? Где возмущалась вода? Силуан. То есть, все сидят и что делают? И ждут. Все сидят и ждут. Ну, может, там кое-то кочегарит, как Шинцов говорит, еще что-то, да? Но все сидят и ждут, друзья. Что ждут? Что пойдет дождь. Пойдет дождь. Пойдет дождь. Пошел дождь, аллилуйя. Колодцы все наполняют. Вы встречали таких проповедников, нет? Я знаю таких проповедников, которые без моей проповеди не проповедуют. Как только скажешь хорошую проповедь, сразу идеи у человека появляются. Идеи. Порой даже идеи против моих. Ну, ничего, слава Богу. Да? Слава Богу. Я, друзья, не хочу никого унизить или возвысить. Мы просто должны видеть практическую сторону служения и понимать, что происходит вокруг нас, друзья. И понимать, должно ли это так быть или не должно, друзья. Скажите, должно ли быть служение дождя в церкви или нет? Обязательно. 100%. Но бывает ли так в церкви, когда дождя? Долго нет. Бывает? Понимаете, друзья, есть люди, которые очень сильно зависят от дождя. Ну, я не знаю. Конференции. Человек не может жить без конференции. Или, я не знаю, там, Куркаева. Уже можно говорить, он покойный. Куркаев – это чей-то дождь. Человек без Куркаева не может жить. Правильно или нет? Оно правильно, друзья, до определенного что? Момента. Я хочу, чтобы вы поняли, что служение дождя, оно абсолютно нормально и правильно до определенного момента. И если посчитать, что было три колодеза, это все по ивриту. На иврите есть Бер, Бор и Аин. Третий вид называется Аин колодези. То тех, которые с дождем работают, больше, чем тех, которые что? Без дождя. Без дождя. Смотрите, друзья, я не ускакиваю в сторону. Я делаю тему, я делаю по тему в теме, чтобы вы понимали, как подойти к песне песней. Можешь ли ты подойти к песне песней, если ты не выучишь урок колодеза? Если ты останешься в служении дождя, вы понимаете, что это значит? Это человек, который зависим от внешних признаков. Это человек, который сегодня здесь, а завтра он там, а дождя нет, он и высох весь. Или другое место, то есть написано, колодези, которые что? Не могут держать воды. Он пришел в собрание, через пять минут дома он высушенный полностью. Он пришел, такой собрали, пришел домой, слышишь, уже ругается. Где его вода делась, скажите? Куда? Он только что плакал в Агудате в помазании. Пришел домой, еще покушать не успел. Жена пересолила суп, полилось. Что это такое? Там трещина с ладонь, дырка. Но научитесь, друзья, смотрите, я не останавливаюсь. Как я уже сказал, это целая тема. Это целая отдельная. Как надо служить Богу? Нужно ли служить Богу? Ждать дождь? Нужно, друзья, нужно. Но что Бог требует от нас сегодня? Что Бог хочет? Бог хочет, чтобы в служении был третий вид колодцев, который называется Аин. Или они называются источники. Или вы прочитаете в Писании, что копали рабы Авраамовы и докопались, и выкопали то, что называлось источник воды живой. Это были очень редко обнаруженные источники прозрачных вод, которые Библия называет источниками воды живой. То есть внутри этого колодца существовал что? Источник, родник. И он ник, он не могло все высохнуть в Израиле. А в этом колодце была вода. Вы поняли, что Бог учит нас через песнь источников? Во-первых, Бог учит нас, что у нас колодец должен быть какой? Полный. Когда мы понимаем, что мой духовный колодец должен быть полный, я начинаю искать источники воды. И первый источник воды, к которому вы придете, это будет источник дождя. Еще какой кроме дождя есть? Еще какой есть источник? Роса. Как было в самом начале? Дождь или роса? Как правильно? Дождь или роса? Друзья, вот смотрите, я не углублю, я вам показываю, насколько это интересно понимать, что происходит в твоей духовной жизни. А? Насколько интересно, чем ты сегодня, откуда ты берешь сегодня воду от Бога? От дождя, от росы или в тебе есть источник текущий в жизнь вечную? Написано, из чрева их потекут воды, реки, извиняюсь, воды живой. Понимаете, что это за человек? Это как Христос. С источниками понятно, друзья? Внимание! Ты не можешь понять песня песней, если ты не поймешь письма морями, которые приводят тебя в семью Божию. Второе, ты не поймешь песни песней, если ты не научишься оперировать благодатью. Если ты не научишься, что такое источники воды живой. Если ты не научишься, как наполняется колодец. Если ты этого не знаешь, силой благодати действующей в тебе, тебе не познать песню песней. Она будет для тебя закрытой книгой. Как вы думаете, какая третья песня? Деворы. Деворы нет. Моисея. Третья песня, то песнь Моисея. Вторая, а колодцев? Первая, Мариаме вторая, колодцев, а третья Моисея. Я думаю, что я в правильной очередности поставил, но сейчас академик может меня оспорить, и ему тоже дадим слово, если он захочет. Итак, песнь Моисея, это песнь печали, друзья. Я не брал песнь Моисея из Нового Завета, я взял самую первую песню. Итак, напишите себе слова песни сей. И научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы сия песнь была свидетельством мне на сынов Израилевых. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песня будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уз потомства их, я знаю, мысли их, которые они имеют ныне, прежде, нежели я ввел их в землю, о которой я клялся. Я не буду, друзья, разбираться с отношениями Израиля и Бога, потому что эта песнь венчает или закрепляет отношения Израиля и Бога. Я хочу просто суммировать это все и объяснить вам, что третья песнь, которой должен научиться христианин, это песнь печали. Или, если говорить евангельским языком, многими скорбями надлежит нам войти куда? Царство Божие. Друзья, песню песней невозможно понять, если вы не научитесь песни какой печальной. Если вы не пройдете скорби, если вы не научитесь плакать пред Богом, если вы не будете стенать, вы не научитесь, что такое песня песней. Один человек сравнил любовь с ветром, вернее, разлуку с ветром или трудности, скорее всего, с ветром. Так вот, есть ветер, который подует на огонь, а если огонь слабый, то что с этим огнем будет? Затушится. А если нормальный огонь? Разгорится больше. Поняли? Как оно? Как оно с трудностями-то интересно? Кажется, трудности должны угасить. Да нет. В нормальной семье трудности они объединяют. Друзья, песнь Моисея, она присовокупляет нас ближе ко Христу. Трудности помогают нам осознать Его любовь. Мы начинаем понимать кое-что, что мы не понимали в радости. Мы начинаем понимать Его любовь так, как мы Его не понимали раньше. Невозможно, друзья, понять песню песней, если ты не пройдешь песню Моисея, если ты не пройдешь в трудности, если тебя не упалит солнце, если ты не будешь плакать пред Ним и стенать, я говорю, Господи, за что, почему? Я не хочу этого переживать, зачем это пришло в мою жизнь? Но в конечном итоге ты встанешь и скажешь, Господи, я тебя что? Благодарю. Но это песнь, которая, друзья, которой мы должны научиться для того, чтобы приступить к песне песней. Разрешите мне не устанавливаться и не углубляться. Последняя песня, друзья, это песнь Деворы. Я выделил из этой песни два слова, чтобы вы поняли мою мысль в этой песне. Воспряни, воспряни Девора, воспряни, воспряни, воспой песнь. Воспрянь варак и веди пленников твоих. Сын Аминадаву. Как вы думаете, что это за песня? Предпоследняя была печальная, это какая? Победная. Ну, пускай будет победная. Догадались уже, что это за песня или нет? Это песня брани. Это песня, которая, на мой взгляд, это последняя песня, которая тебе необходима, чтобы приступить к песне песней. Итак, давайте быстро повторим. Песень Мариамии, это покаяние. Песень Колодцев, это обращение с благодатью. Песнь печальная, песнь свидетельства, это песнь Моисея, это твоя повседневная жизнь, с которой ты должен научиться служить Богу без отступления и в печали, и в радости, и везде. И последняя, это песня Девории, или это песня брани, друзья, которая говорит о том, что ты должен достигнуть определенного духовного возраста. Песня Девории. Почему я вообще говорю об этом? Почему определенного духовного возраста? Почему? Потому что воинов в три года не бывает. И в 13 воинов не бывает. Да? И в 65? Воин с него уже что? Сколько, скажите, сколько по возрасту, по Писанию? Воин сколько должен быть? От 20 до? До 50. Да, до 50. Священники до 55. От 20 до 50. Все остальное время это не воин. Я говорю, друзья, о духовном. Вы должны понимать меня, да? То есть младенец не может быть, ну и духовный переросток тоже. Я не буду сейчас в это углубляться, это не моя тема. Итак, друзья, песнь Девория, это песнь победы, это песнь войны. Я не уделяю ей внимания, потому что, наверное, процентов 70 Ветхого Завета это война. Так или нет? Я хочу, чтобы вы просто поняли, друзья, когда Бог говорит Давиду, и говорит Давиду, ты, Давид, стой на месте и слушай шум тутовых деревьев. Да? И когда Давид двинулся во время шума тутовых деревьев, как вы думаете, на следующий раз он опять слушал шум тутовых деревьев или нет? А? Вы понимаете, друзья, что каждое сражение в Писании, там разные были сражения, там были такие сражения, которые бы нам очень понравились. Да? Вот были такие, друзья, сражения, когда человек ничего не делал, абсолютно, все его дело было разбить, закричать и смотреть. А было даже и этого не надо, надо было просто стоять и смотреть, а с неба камни летели. Было такое? Было. Летели камни с неба, да? А было такое, когда надо было закасать рукава, друзья, брать меч и идти в глубину. И скажите, каких было браний больше, тех, где ты должен был участвовать или тех, где Бог за тебя делал? Да? Я, друзья, сейчас не хочу об этом говорить. Вы должны понимать, что если Ветхий Завет полн битвами, то это не для того, чтобы вы его читали и критиковали, какой Израиль был кровожадный. Это для нас написано сегодня, потому что у нас брань каждый день. Возьмите любое наше служение и почитайте нужды в конце. Посмотрите, друзья, я вам говорю честно, я временами просто изнемогаю от нужд. Изнемогаю, потому что люди звонят и просят, и пишут. И такие есть, которые не могут достать через телефон, через скайп, через то, через сабскрипшинг, уже сколько есть. Понимаете? И абсолютно не хочу, друзья, людей в этом вопросе сказать, что они поступают неправильно. Хочу сказать, что временами нам, как служителям, не хватает силы. Не хватает силы. Брани очень много. А почему служителям не хватает силы? Кого, извините? Нет, потому что все смотрят на Давида и думают, раз, один раз Давид за всех там дал с Голиафом, то нехай он и всегда там работает. У него же помазание у Давида, да? То нехай он всегда этот чокли там за всех дает. А мы посидим, посмотрим, как он справится. Поняли? Но вы должны понимать, что однажды Давид победил Голиафа, а второй раз написано, забрали его с брани и говорят ему, больше на брань что? Не выходи, чтобы не угас светильник Израиля. Что они увидели? Давид уже не тот. Да? Да? Пышный уже не тот. Не тот уже, все. Поняли? Для того, чтобы был тот, поддерживайте молитвену. Поддерживайте. Руки Моисея держите, молитесь, подкрепляйте, укрепляйте. И Бог... А самый лучший, друзья, самый лучший. Когда не один в поле воин, а когда что? Когда весь Израиль. Поняли? Как вышел Израиль, так все враги в трепете. Как встала церковь на молитву, так рассеялись все враги, потому что поднялась молитвенная волна. И пошла сила Господня. Аминь. Хорошо. Вступление наше почти подошло к концу. Посмотрите на эту красивую картинку. Как она вам нравится? Чего? Это прекрасная невеста из книги «Песни в песне». Я, друзья, я не стараюсь вас насмешить. Я делаю визуальный прием. Понимаете, друзья, когда мы читаем «Песню в песне», мы вот этой картинки перед глазами не видим. Так или нет? Ну, представьте, если бы вы читали приблизительно следующее. У него коричневые волосы, карие глаза, губы узкие, нос горбинкой. Да? Вот вы читаете такое. У вас что появляется перед глазами? Портрет человека, правда? Ну, нормального какого-то человека портрет такого. Когда вы читаете «Песню в песне», у вас не появляется этот портрет перед глазами. Так или нет? Для чего я вообще делаю эту иллюстрацию? Я сейчас вам объясню. Ну, вы уже догадались, друзья, да? Но он по-английски здесь говорит «Уууу, вау, ты выглядишь прекрасно». Для чего, друзья, я в этом говорю? Потому что эта картинка скомпанирована на основании стихов из песни и песней. Смотрите. волосы твои как стадо кос сходящих с голода зубы твои как стадо овец выходящих из купальни шея твоя как столб давиду глаза твои голубины и как лента алая губы твои вам еще раз показать все все я ничего не пропустил все соответствует да что внутри где ну это за груди я уже за груди не выписывал этого грудях написано да друзья почему я дал вам эту картинку потому что я преследую одну цель я хочу вам показать что книга песня песней книга не буквально я понимаете мою мысль смысл заложенный если вы будете просто читать буквальный смысл песни песней в нем вы найдете очень и очень мало смысла автология получилась в буквальном смысле мало смысла да потому что получается какая-то непонятка такая какие-то барашки на голове какие-то столб и в шеях и так дальше и если вы остановку я специально друзья вам взял несколько есть другие места которые делают больше чуток смысла на на примете на привык на ловите нам лисицы или синяк которые портят виноградники есть буквально смысл или нет есть буквально смысл и так дальше но я специально я умышленным друзья вам выписал несколько стихов которые должны привести вас к очень простой мысли книга песня песней она наполнена пророческим смыслом затем всем что мы будем читать друзья мы не будем смотреть на буквальный смысл я его его не то что исключаю я на него не буду обращать внимание вы мне разрешите такую вольность в писании я вас всегда учу читайте пшат не отступайте от шапа читайте то что написано но есть особенные книги библии которые написаны особенным языком внимание для особенных людей вы себя чувствуете сегодня особенно нет я постараюсь чтобы вы себя почувствовали особенно только не гордитесь пожалуйста чтобы потом не каяться вам на исповедании сборности но я люблю друзья приходите это для братьев давайте приведем вам другой примере вы меня наверняка поймете попробуйте сегодня прийти к жене и сказать кубылица ты моя в колеснице фараоновой я думаю вам придется спать на на диване следующее юмора жена наверняка не оценивает комплимента извините чуть чуть разрядочку дал и так я думаю вы все согласны со мной в том что это это описание друзья нельзя к нему подходить буквально к нему надо подходить пророчески а если подходить пророчески друзья нам нужно иметь на это помазание нам нужно подходить к этому осторожно я буду давать вам пищу перетертую поймите меня правильно друзья я буду давать вам то что я пережил то То, что Бог мне открывал, то, что я накопал, то, что в моем личном духовном экспириенции. Вы не обязаны это иметь и переживать, но я думаю, что для многих детей Божьих это будет очень и очень сходно. Итак, пророческий смысл, друзья. Прежде чем мы перейдем к моему толкованию, я хотел бы, чтобы вы почитали несколько толкований древних авторов. Кирилл Александрийский пишет. Итак, сам Творец веков совершает тайну водительства тех, которые призваны им к благодати через веру. Посему-то и в Песне Песней описываемая невеста говорит о нем, «Да лобжит мя от лобзаний ус своих». И древний как бы целовал устами своими пророками святыми, призывая к союзу с ним через освящение и оправдание. «Когда же явился человеком, рожденным от жены, мы получили лобзаний от лобзаний уст его, ибо он говорил с нами устак-устак». Вот вам толкование на первый стих Кирилла Александрийского. Если вам интересно, эти авторы, которые я вам дал, они имеют более широкое толкование, особенно много у Оригена. Ориген, к сожалению, на первый стих немного написал, я его здесь не учел, но у Оригена считается классика его толкование на Песне Песней. Я вас поощряю почитать, чтобы вы увидели, что я не плагиатствую, у меня свой подход. Я их почитал, да, я читал их, эти толкования, я их исследовал. Но некоторые, кое-что для себя взял, было интересно. Но я считаю, друзья, что христианин должен иметь личный подход к Писанию. Поэтому этот пример я вам даю для того, чтобы вы поняли. Вот и мы с вами проходим Песня Песней. Я даю вам толкование этих мест, не для того, чтобы вы закрепили и сказали, вот так правильно бы Пышный так сказал. А для того, чтобы вы, друзья, получили от Бога нечто, что и у Оригена нету, и у Пышного тоже нету. А это будет ваша личная пища, которую Дух Святой может дать лично вам. Аминь. Смотрите, что пишет Иоанн Златоуст. Знаете такого? Иоанн Златоуст пишет. От воздыхания из глубины сердца, порождающие струи Христовой любви. Я так не скажу, как он. Он настоящий Златоуст. Посмотрите, как красиво пишет. О воздыхании, привлекающей к себе небесного жениха Христа. Об этом сама церковь говорит, да лобзает он меня лобзанием уст своих. Я обручена небесному жениху через законы пророков. Я церковь, обрученная из язычников, не желаю более иметь посредниками Моисея или Исаию, или Еремию, или прочих пророков. Ну пусть придет сам. И я хочу говорить с ним устами к устам. Пусть сам будет здесь. И лобзает он меня лобзанием уст своих. Интересные мысли, правда? Интересно. Мне очень нравится, как они пишут. Кажется, что еще можно придумать? Ну я придумал. Я вам дам сейчас. Феодорит Кирский пишет. Это говорит невеста. Это последнее. Это говорит невеста, молясь отцу жениха. Слышала она обеты, данные патриарху Аврааму и Якову. Слышала великого Моисея о женихе и ее пророчеству еще. Слышала псалмы, лепоту и силу его. Узнавши же таким образом красоту, силу, богатство, царство, всеобъемлющую вечную, неразрушаемую державу жениха. Потом желает видеть его, повернуться к его объятиям и облабызать его духом. Красиво написано. И мысль практически у всех трех одноэтажек. Мысль такая, что бог должен говорить к нам как устами кустам. Устами кустам. Запомните эту мысль. Как мы будем работать с текстом? Я обещал один слайд, посвященный нашему Александру Шевцову. Итак, друзья. Александр Шевцов вчера перед наступлением вечера захотел и купил себе новую желтую машину. В этом предложении, которое я выдумал, естественно, я придумал для иллюстрации, есть несколько ключевых слов. Чем меньше ключевых слов, тем проще работать с текстом. Я выбрал здесь два ключевых слова, друзья. Первое ключевое слово это купил, и второе ключевое слово это машину. То есть все выражение можно сжать до двух слов. Купил машину. И когда я вам скажу купил машину, у вас сразу появятся что? Вопросы. Кто купил? Когда купил? Какую купил? За сколько купил? Но все это будет вращаться вокруг двух ключевых слов. Поэтому мы будем читать с вами стих за стихом. И будем брать из целого стиха, не целый стих, не весь массив информации. Мы будем брать несколько ключевых слов. Чем меньше получится, тем меньше. И на основании этих двух ключевых слов мы будем стараться понять, о чем идет речь. Потому что нам надо понять, о чем идет речь. Здесь прямой смысл. Тут все очень понятно. Но если бы я захотел бы завуалировать это все, и это предложение скрыть за скрытыми смыслами, то нам пришлось бы покопаться. Но процесс тот же самый. У нас будут ключевые слова. Понятно, как мы будем работать с текстом? Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина. Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина. Первое, вы видите, я вторую половину стиха затянил. Какие ключевые слова, друзья? Два ключевых слова. Первое ключевое слово лобзает. Лобзает на русский язык как звучит? Целует. Буквально что невеста говорит? Невеста говорит, да лобзает он меня. Как это называется, это выражение в русском языке, я не знаю. Есть повелительное наклонение. Повелительное будет звучать так. Лобзай меня. Да? Олег смеется. Тебе жена так говорила, нет? Нет. Извините, песни, песней, сложная книга. Все, настраиваемся на серьезный лад. Невеста говорит в таком наклоне, я даже не знаю, я не знаток русской речи, но перевод очень правильный здесь. Здесь не повели, здесь такое как бы, как бы, здесь выражено желание невесты. Да, пожелательное наклонение, окей. Здесь выражено нечто, что невеста, она как бы говорит приблизительно то же самое, что говорит прокаженный, который говорит, Господи, если хочешь, то что? Очисть меня. То же самое говорит невеста. Да лобзает он меня лобзаниями у своих. Давайте разбираться с этими поцелуями, давайте. Давайте разберемся с этими поцелуями. На иврите слово лобзает имеет два значения. Во-первых, это целовать на самом деле. Во-вторых, друзья, очень интересное значение. Это значение означает со-е-ди-нять. Теперь смотрите, две-ве, я хочу, чтобы вы уловили два понятия. Соединять и уста. Соединять и уста. Кто когда-либо читал Писание и вдруг во время чтения Писания у вас начинает что-то соединяться. Было или нет? А? Ты читаешь книгу Бытия и понимаешь, что это не Бытие. Это Откровение. А? Ты читаешь Исход и понимаешь, что это не Исход. Это книга Деяний. Потому что Бог начинает что-то соединять. Берет одно Писание, зацепляет за другое и начинает соединять. И ты читал Писание, ты такой, ты уже засыпал на своей кровати, ты уже был готов отходить ко сну. И вдруг, бац, загорелась лампочка. И ты такой уже лежать не можешь. Ты уже сорвался, ты уже бежишь к словарю, ты начинаешь уже перелист. Было у вас такое или нет? Если не было, молитесь об этом. Он начинает тебя... Понимаете, друзья, почему я говорю, что это сродня поцелую? Потому что это переживание очень необычное. Ты такой эксайпинг, ты начинаешь понять, что это с тобой, аллилуйя. Что это такое? Ну, как вам объяснить? Вы можете представить, не знаю, этого, как его? Вынахидника. Как по-русски будет? Вынахидника. Изобретателя. Изобретатель, который вдруг понял, сейчас все, у меня что-то, я не знаю. Расцвел мох на старой таре... Знаете эту историю изобретения пенициллина? Не знаете? Как пенициллин нашли? Пенициллин нашли, вы обнаружили, что грибок, грибок, вот этот, который цветет. Это же пенициллин там у него и так далее. Представьте этого изобретателя, которому вдруг мысль пришла, что я же могу тысячи людей спасти этим. Вы представляете, какой он был иксапин? Он спать, наверное, не мог. Вот что такое, потому что Бог начинает прикасаться к тебе и начинает открывать тебе вещи, которых ты не знал. И это происходит даже не на уровне откровения, друзья, это происходит на уровне твоих чувств. Он зацепил одно место, он зацепил другое место. Давайте сейчас зацепим кое-что. Давайте быстро зацепим. Это еще не конец, смотрите. Соединяются в Писании. Авраам приносит Исаака в жертву. Это очень просто. Я ничего вам сложного не даю, хотя многие этого не знают. Я ничего нового вам не даю. Но смотрите, Ветхий Завет. Давайте зацепляем Ветхий Завет сейчас новым. Сейчас мы их поцепляем, эти крючки покажем. А то было, для меня это когда-то было как большое откровение. Я когда-то увидел, я сидел в бой. Я не мог подумать, чтобы в Ветхом Завете вот так все было связано. Авраам приносит жертву, отец приносит жертву сына. Три дня пути. Сколько дней был Христос на земле? Сегодня, завтра и что? В третий день кончу. Одинаковый возраст. Вы знаете, что у Исаака и у Христа был одинаковый возраст. Все думают, что он ребенок был 12 лет. Ему было 37. 37 ему было. Потом у написано, страх Исаака. Читали вы такое выражение? Страх Исаака. Он понимал, куда он идет, почему он идет. В 37 лет. Сейчас представьте себе. Ну, мне не 37, но я так представляю. Папа в 37 говорит, я тебе на жертвенники принесу. Вот почему он бог Авраама и что? Исаака. Есть. Одинаковый возраст со Христом, друзья. Дрова, которые нес Исаак, как и Христос нес. Рос, черн, в котором запутались рога. Зацепляется у вас или нет? Зацепи. Больше вам показать таких мест. Потому что таких мест очень много. Есть очень непримечательные места. Я уже когда-то об этом говорил. Если вы не помните, посмотрите, как Гедеон шкуру раскладывал. Два завета. Первый раз. Где была Роса первый раз? Молчи, академик. Первый раз была на шкуре. Почему на шкуре первый раз? Потому что Израиль должен быть мокрый первый раз. А вся земля должна быть сухая. А второй раз, где была Роса? На земле, а шкура должна быть сухая. Сейчас шкура сухая. А сколько ни проповедуйте Израилю, эта шкура будет сухая. И даже вот эти церкви, которые там организовываются, друзья, это такая сухая шкура. Поняли? Еще зацепите. Еще таких мест очень много. Таких есть мест в Ветхом Завете масса. Есть приметные, есть неприметные. И вот когда они начинают зацепляться, ты начинаешь ощущать, что Бог тебе что сделал? Поцеловал. Вот где, друзья, да лобзает он меня. Понимаете? А поэтому надо просить у Господа. Чтобы вы не спали над Писанием, скажи, Господи, да лобзает, да лобзай меня. Открою. Я сейчас пойду читать. Я склоню колени, я поплачу пред тобой. Я умлюсь пред твоим словом. Лобзай меня, Господь. И когда он начнет вас лобзать, вы эту книгу не закроете. Вы будете над ней сутками проводить. Потому что это ласки, которые лучше, чем вино. Мы к этому сейчас придем. Я наперед вам скажу. Знаете, какое коренное слово к слову вино? Юра, нету, чтобы спросить. Коренное слово к слову вино, это пеница, пеница. Бульки пускать. Бульки пускать. Сейчас мы к виду еще дойдем. Смотрите, как интересно. Итак, да лобзает он меня лобзани высоты. Больше примеров не надо. Я не хочу, друзья, останавливаться по той причине, что моя цель просто дать вам на направление. Моя цель показать вам в Писании нечто, чтобы вас увлекло. Моя цель, друзья, заинтересовать вас Библией. Моя цель, друзья, сблизить вас с Господом, чтобы вы полюбили Его так, как я люблю, и не так, чтобы вы больше Его любили, чем я. Любите Его, посмотрите, насколько красиво все в Писании. Насколько чудно, друзья. Да лобзает он меня лобзани высоты. Это еще не все. Смотрите, смотрите еще. Соединять в обстоятельствах, друзья. Соединять в обстоятельствах. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Кому это написал Бог? Кому это написал Бог? Это Бог написал Якову, да, Израилю. А скажите, а вы можете себе представить обстоятельства, когда Бог возьмет вашу жизнь и соединит с этим стихом? Представьте себе, друзья, ты в полном расстройстве. Ты просто разбитый, разоренный. Стаешь на колени, начинаешь молиться. Открываешь Писание и читаешь. Ныне же так говорит Господь, ты мой. И ты понимаешь, что Бог не 2000 лет назад Якову сказал. Он сейчас на молитве говорит это кому? Тебе. Он тебе говорит, ты мой. Он соединяет обстоятельства твоей и твоей жизни с Писанием, с чувствами, с переживанием. И ты встаешь на колени и начинаешь понимать, друзья. И вот что означает, долобзает он меня. Потому что лучше этого переживания нету. Нету лучше этого переживания, когда ты разбитый, разваленный, и стоешь на колени, а Бог говорит тебе, ты мой. Аминь. Абончи. Друзья, как вам такой поцелуй? Нравится? Мне нравится. Ибо ласки твои лучше вина. Я на устах не останавливаюсь, вы, наверное, догадались, что я увязывал поцелуи именно с тем, что исходит из уст его, друзья. И одна простая и быстрая мысль. Написано, что хлеб будет питаться хлебом, исходящим, ежедневный хлеб или хлеб насущный, который исходит откуда? Иисус Божий. Хорошо. Ибо ласки твои лучше вина. Сколько здесь ключевых слов? Ну, давайте с ласки начнем. Слово ласки, что удивительно, здесь обозначает любовь. Любовь. Оно переведено как ласки, но здесь обозначает именно любовь. Ибо любовь твоя лучше, друзья, нежели вино. Вино и айнин, да? От неупотребляемого корня, который обозначает булькотеть. Бродить, наверное, да? Я не знаю. Да. Пускать пузыри. Вот откуда вино. Понимаете? Как вам объяснить? Бывает у вас в жизни, бывали ли в вашей жизни фейерверки? Пузыри. Были в вашей жизни? Младенцы все пускают пузыри. Да не, не про те пузыри. Ты еще про другое расскажи, что у младенцев бывает. Я говорю, друзья, про фейерверки в вашей жизни. У них есть же такое фейерверки? Что-то такое, знаете, интересное что-то. Не знаю. Денег заработали хорошо, а? Новую позицию тебе дали на работе. Ты приходишь домой, бурлит все, понимаете? Бродит движение. Аллилуйя. Я буду что-то свежим. Ты знаешь, жена, мне зарплату добавили. Бывало или нет? Это не фейерверки 2 доллара. Если на 22 добавили, это фейерверки. Согласен? Понимаете, к чему я веду? В жизни каждого человека будет вино, друзья. Потому что вино – это признак радости в Писании. Написано, что вино что делает? Веселит. Вино веселит, друзья. Вино – это признак веселья. И вы знаете, что после вина всегда бывает что? Консеквенсис. Да? Я вам правду говорю, друзья. Понимаете? Давайте, давайте, я вам пример приведу. Я не говорю про пьянство сейчас. Поймите меня. Я вам сказал, буквальный смысл мы исключаем. Мы не будем говорить, нужно ли христианину пить вино. Если кого-то интересует вопрос, можно ли христианину пить вино, я вас отправляю на первую песню Мариам. Туда идите. Учитесь у Мариам. Вам еще рано быть на песне песней. Поняли? Потому что есть такие христиане, которые в 40 лет верующие задают вопрос, брат Саша, а можно ли пить вино? Все. Тут дальше, дальше вообще не о чем. Даже отвечать не хочется, друзья. Даже отвечать не хочется. Потому что некоторые вещи, Писание говорит, они не должны, даже у вас что делать? Именно у вас. Они должны даже говорить об этом нечем. Если ты задаешь себе вопрос такой. Поэтому вино, друзья, я о другом говорю. Я говорю, что в жизни человека есть вот такие события, которые приносят ему радость. Радость. Но это вино. Это то, что присуще миру. Это не от Господа. Вот здесь противопоставление. Временами вино используется и в других примерах. Но в этом ситуации стоит противопоставление. Там стоят ласки твои лучше. То есть вино это признак того, что ты можешь получить на земле. Это фейерверк. Это забурлило что-то. Движение пошло какое-то по жизни, да. Вот вам пример consequences. Вот вам пример похмелья. Тебя назначили менеджером главным. Ты приходишь. Аллилуйя, жена. Я главный менеджер. Поработал неделю. И говорит, жена, наш уменитый главный менеджер. Я работал. Нормально была зарплата. Сейчас я оттуда вот тех получаю и от тех получаю. Я иду на работу и боюсь идти на работу, потому что кирпич на голову упадет или еще что-то. Да? Вот вам бурлило вино, а вот вам пришло что? Похмелье. Да? Вот так с мирскими удовольствиями и радостями всегда, друзья. Всегда так. Поймите меня. Человек стремится стать богатым. Заработал миллионы. Забурлило. Нет, давайте, заработал. Выиграл в лотерею миллионы. Забурлило. Думаете, не будет похмелья? Если вам интересно, почитайте про людей, которые выиграли в лотерею большие деньги. Почитайте. Я вам честно говорю. Увидите, какое похмелье было. Какое было похмелье. Некоторые самоубийство заканчивают. Вот вам забурлило. Понимаете, к чему я веду? А вот смотрите. А ласки твои, что? Лучше вина. То, что исходит. То есть, любовь Господня, она в любом проявлении, друзья, лучше вот этих взрывов бурлящей жидкости. Извините, что я так выразился. Да? В любое проявление, которое Бог проявляет к тебе, любовь, на любом уровне, оно всегда драгоценнее и выше. Любовь Господня, она может радовать и в горе. Любовь Господня и его внимание, она может приносить тебе удовлетворение и в радость, и так дальше. И здесь Писание нас четко учит некоторым вещам. Оно учит нас искать Бога во все дни нашей жизни. Даже когда у тебя бурлит вино, когда у тебя все удается, классно все по жизни, ты успешный, ты богатый, ты оцененный, друзья, учти, настанет такое время, когда Бог тебя научит, если ты еще не научился, научит любить Его ласки больше, нежели вино. Поэтому не ждите, чтобы вас Бог учил. Любите то, что исходит от Него. Да? Аминь? И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым. Этот стих из Нового Завета, который помогает нам понять, надо кому-то доказывать, что не надо пить вино или нет. Что-то такое у меня странное чувство. Друзья, обычный стих, ну давайте, это не для вас, это для тех, кто нас слушает. Я верю, что все вы здесь духовно взрослые. Тот же стих, которым оперируют пьяницы, потому что я по-другому таких людей не называю, чтобы доказать, что выпивать можно, тот же стих свидетельствует против них. Каким стихом обычно оперируют пьяницы, чтобы доказать, что выпивать можно? Пей не головой. Да. Ради немощи желудка твоего, впредь, пей не одну воду. Знаете этот стих, да? Его не надо высветливать. Итак, задается вопрос для всех пьяниц. Скажите, что пил Тимофей до того, как ему повелел Павел пить вино? Он пил одну воду. Так или нет? Почему Тимофей пил одну воду, если можно пить вино? Почему Тимофей пил одну воду? Я вам отвечу. Потому что такой был обычай в первых христианах. Там никто из них вина, что? Не пил. Зачем Бог повелел Тимофею? Бог повелел. Я могу так сказать, потому что это канон. Эти слова записаны уже не как слова Павла, а как слова Духа Святого. Если Дух Святой повелевает выпить Тимофею немного вина, зачем Он повелевает Тимофею выпить Дух Святой? Повелевает. Еще раз делаю. Дух Святой повелевает Тимофею через Павла выпить сколько? Немного вина. Зачем? Ну, там написано ради немущей жизни. Зачем? Если бы Павел повелел, ну, я бы сказал бы это рекомендация, чтобы там чуть-чуть легче переваривалось. Но если это повелел Дух Святой, то я усматриваю в этом очень простой момент, друзья. Момент вот такой. Как если Бог сказал? Возьми пласт смог, приложи. Зачем смог вы, Боже? Ты что, без смог не можешь исцелить? Мы не знаем зачем. Мы не понимаем это действие. Но Дух Святой сказал возьми пласт смог, приложи и будешь здоров. Выздоровел или нет, я здоров? Выздоровел. Я думаю, что когда Тимофей попил чуть-чуть вина, с желудком у него проблемы, что прекратились. Вот для чего это написано. Это написано для некой духовной практики, в которой мы должны понимать, как действует Дух Святой. Что Дух Святой может сказать и сделать вот так, вот так, вот так. Я не буду углубляться в этот стих. Но этот стих не о пьянстве. Этот стих о том, как действует благодать на исцеление. Какие методы есть. Как Бог может действовать. И мы понимаем это все. И мы не привязываемся к вину. Мы понимаем и говорим. Ты можешь взять сегодня стакан воды. Ты можешь взять сегодня смоку. Ты можешь взять сегодня таблетку. соверши перед этим молитву. И скажи, я принимаю этого имя Твоего от Духа Твоего. Да соверши это на переворот в моем организме. Да буду я полностью здоров. Аминь. Принимай и Бог тебе дает. Понятно? От благовония мастей Твоих имя Твое как разлитое миро. Я не знаю, мы постараемся закончить сегодня. Этот стих один нам еще остался на сегодня. И в следующий раз мы пойдем немножко быстрее. Я вам обещаю, друзья. От благовония мастей Твоих как разлит... От благовония мастей Твоих имя Твое как разлитое миро. Во-первых, друзья, имя Господне уподобляется разлитому миру. Где еще в Писании есть... А вы уже видите, я... Надо было скрыть это место. Где еще в Писании есть описано разлитое миро? Надо было скрыть. Ну ладно, это окей. Марка 14 глава, смотрите. Когда он был в Вифании в доме Симона прокаженного, возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого драгоценного, разбив сосуд, возлила его на голову. Друзья, как я уже говорил, я не собираю, я не хочу углубляться, потому что каждый стих это глубина. Вы знаете, как мы любим копаться в Писании. Поэтому я вам показываю, что разлитое миру не может появиться ниоткуда, как только из... какого сосуда? Разбитого сосуда. Разлитое... миру не хранили в тарелках, миру не хранили в открытых сосудах. Миру хранили... Это была особенная драгоценность, которую хранили в алавастровых или в алебастровых сосудах, закрытых. Для того, чтобы достать оттуда, надо было этот сосуд что сделать? Разбить, надломить. Надо было этот сосуд разрушить. Итак, учение об имени потекло тогда, когда сосуд был что? Разбит. Вы понимаете, о чем я говорю? Без Голгофы мы бы никогда не поняли, что значит его имя. Быстро. Нарекут ему имя как? Чудный. Советник. Бог. Крепкий. Отец. Вечности. Князь. Мира. Утешитель. Сколько там еще их? Смотрите, что интересно? Что интересно? И запах от мира скажи, скажи, громко, наполнил весь дом. Вы понимаете это вооружение? Смотрите, я беру, я сейчас, я сейчас занимаюсь соединением, поцелуями, извините. Я сейчас соединяю несколько мест. Вы замечаете это? Я беру новозаветнее место, евангельское место. Я его привязываю к ветхозаветнему. Я хочу вам показать, как через жертву Христа через то, что он разбил свой сосуд, поднялось благоухание мира. Как благоухание? Это очень интересно. Вы должны понимать процесс, который происходит. Смотрите, запах от того, что сделал Бог на Голгофе, он наполнил весь дом. То есть, он наполнил всю, что? Вселенную. Наполнил этот дом, в котором мы живем, Вселенную. То, что он сделал на Голгофе, друзья, то, что сделал Христос, оно невозможно уподобить. Нету такого события, о котором бы знали так люди, как знают о его жертве на Голгофе. Да? И красота этого благоухания, оно привлекает, оно не только распространилось по всей земле, оно, что делает с людьми? Оно привлекает. Смотрите, поэтому девицы, что? Любят тебя. Понимаете, друзья, что интересно? Я сейчас объясню, что я имею в виду. Не знаю, ли мы успеем закончить сегодня стих. Вы знаете, что, например, коммунизм это продукт Евангелии? Знаете или нет? Слышали? Коммунизм это продукт Евангелии, потому что коммунизм появился на основе тысячелетнего учения о тысячелетнем царстве. Таких вещей я могу приводить вам масса, друзья, но благоухание мира, оно привлекает людей. Вы понимаете, что в коммунизме нет ничего привлекательного, кроме идеи библейской. Кроме того, что вот из этой книги уберите оттуда библейскую идею, и коммунизм это будет ужасный кошмар. И что сейчас люди его любят. Знаете, за что любят? За призрак евангельской красоты. За вот этот дух и запах, который изошел от Голгофы. Он наполнил всю землю. Люди сейчас берут от Голгофы, внедряют это в свои учения, свои понятия, говорят о чем-то, учат что-то, но привлекает людей. Не то, что люди создали, но отзвук и благоухания, которые исходят от разбитого сосуда, который разбил свой сосуд. Невозможно, друзья, чтобы вот этот запах пошел на мир, если бы Христос свой сосуд что-то не разбил. Улавливайте. Вот песня песней вам показывает это все, вы должны понимать эти вещи. благоухание от твоего имени, оно исходит потому, почему, друзья, мы его любим. Вы переживаете то же, что и я на хлебоприномлении, когда мы вспоминаем, как его сосуд был разбит, да? Мы по-новому начинаем ощущать запах мира, да или нет? Когда мы вспоминаем, как разбивали его сосуд, мы начинаем плакать. Почему? Потому что мы по-новому обновляем этот духовный аромат его красоты, идущий от Голгофа. Он пленяет нас. Это то, что нас прилепило к нему. Понимаете, друзья, за что вы полюбили Господа? Я вам скажу за что. За то, что он разбил свой сосуд и то, как он это сделал, потекло миру и оно наполнило запахом целительным весь мир. Красиво? Это Слово Божие, друзья. Поэтому девицы любят тебя. Ну, это уже другая половина стиха, и на том мы закончим. Есть 60 цариц, 80 наложниц, а девиц без числа. В испещренной одежде ведется за нею, ведутся к тебе девы, подруги ее. Вы знаете это все, да? На следующий раз у нас будет очень интересная тема. На следующий раз у нас будет тема «Влеки меня, и мы побежим за тобой». Это хорошая тема. Сегодня мы заканчиваем, друзья. Во-первых, что за девицы? Давайте быстро. Что за девицы? 60 цариц, 80 наложниц, а девиц что? Без числа. Я вам приведу пример. Вы слышали, что у Кришнаитов есть учение об умовении ног? Слышали или нет? Кришна помыл тоже ноги своим ученикам. И в конечном итоге, когда он помыл ноги, он эту воду, по-моему, выпил. Я уже не цитирую, по-моему, выпил или вылил на себя. Я могу ошибиться, потому что давно изучал эту Буахуаладгиту. И сделал он это для своего очищения. По крайней мере, говорит Буахуаладгита. Так вот, друзья, смотрите, к чему я это все вам рассказываю? Я вам рассказываю, что если есть что-то привлекательное в любом вероучении, в любом, в исламе, в буддизме, в кришнаизме, в любом вероучении, если есть что-то привлекательное, знаете, откуда оно идет? От разлитого мира. Поняли? Они все украли от него. Они не признаются, они говорят, это наше. Это не их. Это разлитое миро, которое он дал. Они его прилепили в свое учение и сказали, это наше. Наш Кришна ноги помыл. И вот этого он нравится некоторым. А Магомед сказал еще что-то. И все, что они говорят, оно исходит от единого, от его красоты, от его величия, от его... Я даже не могу подобрать слово. Но вы догадались еще, да? Вот почему девицы, почему все остальные люди, любят. Потому что он прекрасен, друзья. Они берут что-то от Бога, присовокупляют себе, и именно этим они красивы. Они не красивы своей внутренней красотою, эти учения. Они красивы красотою нашего Господа, которого они обокрали. Понятна мысль? Почему девицы любят? Вопросы, друзья, мы идем уже к концу. Музыка. 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 Продолжение следует...